Всем привет, ребята! Я снова рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне. Я сегодня хочу рассказать еще об одном своем ароматике, еще об одной парфюмерной обновочке. Я уже в прошлом видео маленько, так сказать, затравочку сделала, что пришел ко мне такой ароматик, называется Терракота от Герлен. Ой, вы знаете, я в том же видео сказала, что у меня с ним, когда я стала его разнашивать, случился такой парфюмерный флешбек, что у меня в коллекции есть что-то наподобие того. Но об этом попозже чуть-чуть, о самом ароматике. Я его уже достала, я его уже поразнашивала. Посмотрите, какая прелестная жидкость, какая наклеечка такая она, все знаете, здесь такая прям блестящая солнышко, все дела. Ребята, ну это солнышко во флаконе, вот правда. Он такой и есть, такой вот солнечный, такой он теплый. Это вы знаете, для меня это оказалось кокосовый рай, вот правда. Сначала вот он стартует такой слегка жасминовостью. Жасминчик, мне даже слышится, знаете, как запах лилий. Вот у меня частенько муж, он знает, Гаврюша, опять начинает этот со мной пупсетина. Гавуля, ну что это такое? Хватит гавгулькать. Тимасяндра маленькая моя, охранник мой. Гогу. Вот вы знаете, мне муж частенько на празднике дарит лилии, потому что он знает, что я их люблю. И вот здесь я слышу почему-то лилии. Лилии, немножечко жасмина, ваниль. Потом, вы знаете, он даже становится, вот мне запах семечек идет. Вот семечки. Я раньше очень сильно любила щелкать, вот последнее время, давненько я их не жалую. Но вот именно запах и вкус семечек, я не знаю, что дает вот это вот обалдеть. Знаете, вот он такой телесный, он такой кремовый, он такой теплый. Вот правда, вот я его, когда нанесла, его носила, вы знаете, вот он с запахом тела смешивается. И такое ощущение, что я просто использовала какой-то крем. Крем для тела, вот с какими-то отдушками. Он на теле вот разогревается. Я говорю, даже вот действительно, когда вот я на него отзывы читала, смотрела, все ощущают его, знаете, как будто бы на море и крем для загара нанесли. Или наоборот, после загара увлажняющий крем. Вот он отдает вот такое вот, вот послесолнечное тепло, знаете, кожа, разогретая на солнце. Уютный, теплый, вот согретый солнцем, согретый солнцем, такой он слегка припудривается даже. Слегка припудривается. Вот он женственный. И знаете, и девчачий одновременно. Очень интересный, очень специфический. Правда, пришел он мне маленько не вовремя. Я считаю, что да, это все-таки летний ароматик. Но нам пусть будет. Лето не за горами. Вот летний, вы знаете, вот я говорю, вот цвет аромата, вот цвет этой жидкости. Вот он терракотовый. Вот аромат сам вот такой вот теплый, терракотовый, такой легкий, женский. При всем при этом он очень оказался стойкий. Я его носила, нанесла на себя рано утром. И часов до трех дня я его на себе ощущала. Причем, знаете, вот там взмах руки, вот эта вот кремовость, вот эта вот телесность. Я говорю, при ближайшем таком уткнуться вот в нос, носом вместо нанесения, я говорю, мне вот какая-то семечковость, ореховость, кокос, кокос, вот я говорю, может быть, кокос дает вот эту вот всю ореховость. Ну, я говорю, а мне вот этот кокос здесь с семечками, вот слышится с семечками жареными, и все. Чуть-чуть, я говорю, ванильки, кокосика, лилии. Прелестный, прелестный ароматик на лето. Присмотритесь, я говорю, и дама, строгая, как говорится, женщина, директор, может его надеть, знаете ли, летним теплым вечерком. И девчонка молодая, побежав, так сказать, на прогулку, может нанести его. Присмотритесь, ребята, терракота. Да, может быть, кому-то он покажется, я не знаю, несовременным, но я не знаю. Он такой интересный, он такой. Прелесть, прелесть терракотовая, прелесть во флакончике. Но, ребята, стала я его разнашивать, и поняла, что наподобие того у меня уже в коллекции имеется ароматик. Причем этот аромат настолько бюджетный, настолько он, как говорится, недорогой. И цвет у него, жидкость, диаметрально противоположная, да, здесь теплый, здесь холодный. Но здесь вот это у меня тути, сейчас я где-то записала, флёрды тути, коко. Сразу понятно, коко, что такое кокос. И вы знаете, вот действительно, не дать не взять, вот это моноаромат кокоса. Здесь вот, там что-то, ребята, вот кокосина из кокосов. И я ей говорю, что почему у меня пошла параллель-то, параллель с терракотой, что здесь вот эта ореховость, кокосовость, но она мне, я говорю, здесь какая-то, она такая теплая, здесь, знаете, такой колки, такой, знаете, как будто только что кокосик она, знаете, прям вот ореха этого, свежий кокос, вот стружку сделали. Прям кокос, 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 больше я ничего не слышу. Ну, может быть, чуть-чуть ванильечки. И, естественно, стойкость у него, там, у этой тути-фрути, скажем так, небольшая. Ну, частик от силы, ну, бодеечка-то. Я говорю, там, в районе, что-то стоимость, что-то в районе 300-400. Я говорю, моноаромат кокоса. Ну, он так, я говорю, ну, так они переплетаются, эти ароматы, так они схожи. То есть, здесь цена, и здесь 3 рубля ведрёшка. Поэтому, ребят, присмотритесь. Если кому-то терракота от Герлен не по бюджету, то вот этот вот, как говорится, бюджетный аналог, тути-ко-ко, пожалуйста, пожалуйста. Ну, нет, конечно, вот этой вот тёплости, этого раскрытия, вот этой кремовости. Вот, я не знаю, вот, нет, здесь вот просто кокос, кокос. Хотя, вот, вы знаете, я не особо люблю в каких-то продуктах питания кокос, да, там, какие-то, то есть, Рафаэл, это не моя любимая конфетка. Ну, и вообще сладкое не особо-то любитель покушать. Я люблю сладкое на себя побрызгать. Поэтому, ребят, если кому-то нравятся нотки кокоса, что здесь, что здесь, они, ну, этим они очень схожи. А здесь вот это вот, вот сейчас у него началась вот эта ореховость, чуть-чуть он смягчается, знаете, колкость от того ходит. А так вполне, я говорю, смотрите, диаметрально разные жидкости, да, ну, как говорится, а вкусы практически схожие. Ребята, схожи в звучании. Конечно, я говорю, без дорогого раскрытия, без кремовости, без телесности, просто кокосик. Но, как, чуть заменить, ну, вполне себе, вполне возможно. Поэтому, ребята мои, вот такие, вот такой у меня сегодня обзорчик, вот такие у меня вот ароматики с нотой кокоса, терракота, тути-ко-ко, присмотритесь. Кому что по карману, кому что по бюджету, дело выбора каждого. А я вам желаю всего самого хорошего, вкусных вам парфюмок, всего вам всего. Спасибо, что заглядываете ко мне. Подпишитесь ко мне на канал, поставьте мне пальчики вверх, а может быть и вниз. Расскажите, есть ли у вас эти ароматики, находите ли вы схожесть, так как я или это говорю, опять мой нос что-то там выдумывает. Присмотритесь, пишите. А я вас жду снова у себя на канале. Буду говорить о новых своих и старых своих парфюмках. Всего вам доброго. Пока-пока.